В шесть часов вечера мы вышли прогуляться. Добрый вечер. Таня меня выгуливает, а я ее. Идем на пляж. Оказались, да, в районе пляжа городского. Дождик моросит. Лето. Лето, а солнца нет. Одиннадцать градусов. Одел я куртку потеплее. Раньше мы в мае уже ходили как негры загоретые с Сашей, да, загорелые. В шортах, в маечках. Было дело. А сейчас в куртках. Зато рыбаки приехали на пляжи. Рыбачат, смотрю. Почему спасательная станция закрыта? Почему не работает, да? Куча почему? Это хорошо. Мусорки покрасили. Да и грибки, кажется, покрасили. Может и нет. Покрасили вот. Сидушки я вижу. Освежили немножко. Как ни странно, все работает. Видите? Оказывается, спасательная станция. Но это как она, не спасательная? Как там? Дежурная по пляжу. Дежурная, Таня. Водка дежурная по пляжу. Работает. Молодцы. Два хлопца сидят. Уже июнь, сезон открыт. Даже водка есть. О, смотри, что. Спасательный круг. И лодка, все как положено, на всякий случай. Потому что умных много. А, ну да, спасатели. Могут и купать. Правила поведения на воде. Все так. Стоят, вот видишь, стойки для каких-то объявлений. Для каких пока объявлений нет. Видишь? По всему пляжу. Не было раньше, по-моему, да? Да. Ну, какие объявления? Не заплывайте далеко. Бывает, что вода грязная. У нас обязательно объявление. Ну, бывает такое, да. Обязательно. Санстанция вешает объявление. Написано, купание запрещено. Купание запрещено. За этим строго следиться. Это называется охота пущей неволи. Видите? В дождь. В дождь. Одевают люди плащ. Идут, берут удочку. Ну, как детский сад. И сидит человек. Сидит себе, балдеет. Уходит сам в себя. Мечтает о чем-то. Клюет, не клюет. Сидит себе и сидит. Никого не трогает. Дышит свежим воздухом. Дышит свежим воздухом. Повернулся Юрий Иванович. Посмотрел на меня. Сделал вид, что не знает. Ну, да бог с ним. Коронавирус. Коронавирус. Не хочет общаться. Ну, я. Дистанция. Куда не поеду. Куда не пойду. Паш, соври что-нибудь, а. Да, Паша уже десятый сон видит. Я нет, нет. И вспоминаю этот эпизод. Идем, идем. Фильм. Живет такой парень. Да. Что-нибудь вспомним. Песню споем. Я тоже иду, иду. И могу тоже песенку какую-нибудь спеть. А что все? Грустить и грустить. И бояться. Надо как-то себя, ну, в общем, веселить. Бодрить. В одной палате, друзья, по несчастью, там, кто с переломанной рукой, кто с ногой. Начали его расспрашивать. А ты кто вообще? Герой, что ли, какой-то? Все к тебе там корреспондент. А вы, что-что, не слышали? Я, говорит, долетел. Меня в космос запускают. Летел, летел, говорит. Керосин кончился. Ну, и, говорит, упал. На парашюте. Слово бодры, надо говорить, бодрее. Слово веселы, надо говорить, веселее. Вот наш девиз. Мы бодры и веселы. Слово бодры, надо говорить, как? Бодрее. А веселы, а те такие, веселее. Мы гуляем под мостом, можно так сказать. Здесь полуостров у нас. Облепихи сколько? Да, тоже облепиха растет. Собирайте листочки облепихи, заготавливайте. Обязательно, у кого есть такая возможность, без нее зимой никак. Никак, сказала Таня. Облепиху мы будем по осени собирать, если живы-здоровы будем. А листочки можно сейчас уже заготовить. Когда-то Саша здесь рыбу ловил, так? Было дело. Покажи нам место свое. А ты не ловила, ты тоже ходила со мной. Я не ловила, я на той стороне. И вот там чуть подать ходить, нет? Да, было дело. Как вы думаете, вот это чьих лап или рук дело? Бобры. Бобры. Вон такие полосы как-то выгрызали. И куда это не угодно? А может и собаки. Нет, тут и есть, и бобры есть. И собаки есть. Бобры вот это зубами грызут. Есть и собаки такая порода. Они прыгают на ветках, зубами вцепятся и болтаются. Сколько раз видел. Ох, теплоход белый-беленький. Сейчас едет, короче. Теплоход. Вон бобры как эти деревья топят. Обгрызают и тянут в воду. Но видно не дотянули. Плотину делают что ли? Ну да, пятиэтажный дом. Темнота, темнота. Не ходи за ворота. Коридор такой. Деревья. Арка. Вот и мост. Это что-то? Дрова сгорела, да? В этом году. От солнца или что? Трудно сказать, почему она не выросла. Она может и выросла, что-то пожелтела. Может чем облили? Давай поднимемся тут. О, нет, уже не тот возраст. У меня рань туда поднималась и очень часто. Смотрите, красавец какой. Кто это, интересно, крылья так распушил? Многодетный отец. Смотрите, ветер с той стороны, слева вот получается. Течение туда идет. И они утяты... И они за мамкой. А папка впереди, не дай бог, кого унесет. Они думают, что мы им что-то покушать принесли. А мы на речку не собирались. Ну, эти какие колеси нет. Смотрели с Таней видео, как лебедята молодые, серенькие, такие, залазят сверху. На маму? Да. На маму лебедя, как на платформу. И пока все они не вступили, как говорится. И вот под крыльями они все там прячутся. Прячутся. Ну, наверное, чуть поменьше. Ух ты. Тише, не пугай. Что, может выйти здесь хочет? Может, пойдем отойдем. А это распырился, как парус, видишь? Угу. Лебедь, и его несет водой, волной. Ой, какие они смешные. Подростки маленькие еще. И, наверное, здесь где-то будут спать в камышах. Они на ужин сюда приклеили. Тут вот тряска есть, да. Пусть покушают. Это она их привела на ужин. Умница. А сама смотрит, следит за ними. Мы не будем подходить близко. А то сейчас вспугаются и убедут. Вернее, уплывут от нас. О, как они дружно набросились. Поесть хотя. Вроде как там сковородка с лапшой. Ну, видишь как, что-то есть там. А знает, да, куда их. Куда их привела. Никакие колесенькие. Пушистенькие. Лебеди-пограничники. Такой круг сделали. Проверяют, все ли в порядке у нас. Здесь выходной. Детская площадка, так называемая. Надувают замки. Замки и все прочее. Предприниматели, наверное, забор натягивают вокруг. Ну, правильно, что. Поставили мангалы, чтобы люди шашлыки, наверное, жарили здесь. Так, все как не узнать. Настолько все изменилось. Не узнать все. Здесь вот рыбачили. Сколько уж тут прорыбачили. Каждую ямку знаем. Старая пристань. О, столики поставили. Смотри, какие петельские. Проход закрыт. Без шашлыка сюда не пускают. А есть шашлык? Пожалуйста, заходи. Отдых беседки только для арендаторов. С девяти до двадцати двух, ну, ноль, ноль. Да, древесина-то не очень. Ну, какая есть. Какая есть. Жучок уже поел. Такой вот попался. Некачественный материал. А здесь нормальная. Сколько здесь мы высиживали и с Татьяной. И видео у нас есть, как мы ловим густерку, уклейку. Да, темно. Да, темно. Все изменилось, все поменялось. Это что, свет? Да, свет провели. Старая пристань, прокат катамарана до четырех человек. Десять белорусских рублей за тридцать минут. Прогулка на катере пятнадцать белорусских рублей. И с человека, дети, до семи лет бесплатно. А на катере сколько покатают? Минут. Прокат лодки. Десять белорусских рублей. Полчаса. Рыбалка на лодке. С пяти до десяти. Пять белорусских рублей за час. Аренда беседки. Минимальное время. Три-пять часов. Десять белорусских рублей за час. С арендой мангала бесплатно. Работаем без выходных. Вот он, он. Беленький стоит. Сколько на катере катают? Непонятно. Вопрос. Сколько? Непонятно. Непонятно. Садишься. Крутишь педали. Вперед. А сзади получается что еще? Для двоих места. Или нет? Наверное. Вот. Впереди два человека. Угу. И сзади. Громадина, да? Тополь какой. Тут хорошо возле речки. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!